Скинь в лечку так же. Посмотрю. Я, конечно, могу сегодня просто на ночь оставить, загружаться и спать лечь. Но все-таки лучше торрент. Лучше торрент. Лучше торрент, пожалуй. Стой, ну бас. Все, еще 34%. Так, видимо, пора хиляться. Пора тратить хилки. Бармен. Бармены вообще опасные. Они обычно с обрезами. Как, вспомню этого бармена из Хитмана. Так аж не по себе становится. Да. Тест онлайн. Ну, вон, сан еще интересно было. Поиграть. Вот, захотел дать мне попробовать поиграть. Посмотреть что-то как. Может быть, может быть, даже на стриме. Посмотрим. Сейчас бы в линейку поиграть. Чикаго, вас так-то много в линейке. Ты не должен был чувствовать себя одиноким. Да и ты с кем-то там перестреливаешься. Не канон. Один играл. Но они же там вроде банду собирали тогда. Тебя не взяли? Как они посмели? Как они могли? Правда, по-моему, они недолго играли бандой-то. Так, вот. Тут надо бы ничего не упустить. Не играли? С Чикаго и был Кровосток. Ну, да. Аргумент. Даже без амиго-спутника Яндекс.Браузера? Я даже не знаю. А в чем подвох вообще-то? А ведь представьте, где-то есть люди, которые сознательно ставят Амиго там, Яндекс.Браузер, спутник Мэйл.Ру. Сидит такой и думает, блин, где бы мне Мэйл.Ру агента скачать и Мэйл.Ру спутника. Как же я без них-то буду? Что? Конечно. Ведь в конце концов, если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно Если мейл.ру предлагают, значит он кому-то нужен все-таки Кто-то им пользуется Как уж здесь в создание не приходят Но ведь зачем-то он нужен Нужен ведь зачем-то Так, войти в систему, да? А, тут типа пушки А они меня не ваншотнут Или ваншотнут Изи ваншот Понятненько Уж эти пушки Баблоны Те самые Баблоны, чтобы генерить Видали, что творится вообще? Турельки вообще не ощутили Сколько же там демиджа Как у ранкара Надо было ранкара с этими турельками и стравить Ну допустим Неудачно Только с главного терминала можно отключить Ага Нам нужен главный терминал Чтобы туда попасть Пожалуйста, не убивайте меня Я тут просто разношу еду Это все Я не похожа на других Я даже не черный вулкер Пожалуйста, не убивайте меня Что-то как-то слишком близко на тебя в живых оставлять Настучишь ведь Сорян, конечно, но Все Нет, эта девушка не представляет для нас угрозы Просто уходите отсюда, мисс И сделайте это побыстрее, пока не вернулись вулкеры Я могу уходить Вы не собираетесь убивать меня? Я не знаю, как я смогу отблагодарить вас Спасибо, спасибо вам Мне надо выбраться отсюда, пока вулкеры не увидели Ух уж эти моралфаги Ну, ё-моё, что у меня за команда вообще Даже тетку завалить не дают Надо было не брать его с собой Ты, значит, берешь их к себе в команду Они мешают тебе убивать официанта Жизнь-боль Да Такая халява была, да, с этим Фрэнком? Изи, перепрограммироваешь турельки и все Как не бывало, Фрэнка Получил по башке сразу Я сдаюсь, я сдаюсь Пожалуйста, не убивайте меня Не такой, как те другие Не такой, как Брэджик и его новые вулкеры Читающийся РПГ Ну, извини, но я дерусь только до смерти Но я не дам так просто меня убить Такая длинная речь Окей, с ноги в лицо Просто с ноги И с ноги, и в лицо Что еще нужно для счастья? Какие там лазерные мечи Я не знаю, там, виброклинки Бластеры, ионные бластеры Просто свертухи в щи и все Дедовский метод Так, убивал в лоб Даже рядом с ним Питурели Красавчик Убить тютку Натравить турельки Это вообще популярная тема у игроделов Но я его в лоб-то тоже убивал Не скажу, что это прям большая проблема Его в лоб застрелить Особенно, если крит прокнет У какого-нибудь Бозера Теперь синистр Так, взломать Нет, погоди У нас вон баба более-менее разбирается Ну, по крайней мере, разбираться лучше, чем Все остальные Взломать Ага Доступ к командам системы Перегрузка терминала Открыть все защитные двери Не погоди Казармы Можно всех завалить за четыре отмычки Какого-то записи Впадина Там робот тусует Подъемник гаража А, вот Вот этот терминал нам нужен был, да? Отключить систему безопасности подъемника гаража Семь отмычек Семь Диспетчерская Может, мы сможем Похалявнее как-то Чуть-чуть, может, похалявнее Как-то сможем обойти это все Да, Хитмана Изи прошел вообще Всего Хватит У нас уже новый И лысый мужик Стартанул При перепрограммировании тоже Даже не подозревал Убить бабу Члены команды запротестовали Дали очко темной стороны Нелинейность Ну, мог бы убить Можно первая игра сложнее, чем сапер или косынка Так Что? Вот, в общем, здесь есть диспетчерская, да? За семь отмычек предлагают За семь отмычек О, давайте, мужики, залетайте Свертухи тоже, смотрите Все свертухи бьют Свертуха вообще популярная тема Свертуха наша, все А, нормально Пропуск, энергощит Вот, может, пропуском мы сможем воспользоваться Может быть Черно-красно мы с рогами Но здесь все-таки игра-то не про рога Я стану скорее Юношей бледным Еще долго Еще Творить и творить зло, Чикаго Не так-то просто Быть плохим Левелап скоро Все-таки придется хильнуться, наверное Так, скиллов тебе не предлагают Приложить к своему ГГ подорожник Да, что не так с ГГ? С ГГ все нормально С ГГ он заходил один человек И не жаловался Нормально все с ним Если бы с ГГ было что-то не так Я говорю, совсем было бы что-то не так И с Твичом было бы все плохо И с Ютубом было бы все плохо Но никто не жалуется Значит, все около дела То с чем-то А, ты в этом плане? ГГ, ты ж понимаешь, с чем ассоциируется? Да, может нам вообще забить тебе прям вот Компьютеры Ну ладно, давай все По девятке Да, ГГ как всегда ГГ С каким ГГ еще может быть плохо? Улучшенная воровская удача Что это? Мошенник шестого уровня А, плюс к защите получает 22 армора, кстати Неплохо так Ну че? Да Нужен подорожник Я бы парочка До левелапа дотянуть Там с левелапом хильнемся В пекло торрент Лаунча проверил клиент На 3 метра поставил патч И Начал качать весь клиент по новой Нормас тема Сейчас бы два раза Скачать Тесо Что-то не так все-таки с торрентом Торрент какой-то неправильный Неправильный торрент Он качает неправильную игру Дроид из бассейна Вроде как можем его запрограммировать Чтоб он поехал А тут Там мины, кажись Кажись, мины там Это трэп Но мы все равно можем Или не можем Сейчас сдохнет наша баба, да? Яс Там, конечно, есть имплант на яд Но он очень дорого стоит Дроид типа отключает эту хрень Ну, баба-то может себе позволить на лоу хп Бегать Так что можно ее в расход пустить Она успеет добежать и залутать Ну, не сейчас, конечно Да и сейчас успеет Хоть какую-то пользу принесет Клиент сторон-то качать никто не запрещает Что-то пошло не так А то еще Ресурсы тратить на этого дроида А это у нее уже только что лавелап-то был, да? Так неловко Ну а что, по сути, осталось только в диспетчерскую попасть Все У нас есть пропуск Система гаража Давай пропуск, работай Ты должен работать Вот, ставить пропуск Все Я знал, я знал, я верил Не может быть за 7 этих самых Проход сюда Ахиляй чуть-чуть Захиляй, братуху, захиляй Сломанный дроид Да и фиг ты с ним Сам справлюсь Начальник гаража Нехалыч Да Федор Даллас Мультипаспорт А тут где-то А тут где-то мина стоит так коварно А, вон там Ладно, туда мы еще сходим Так Погрузочный док, да? Закрыто А, здесь у нас что? Здесь у нас ничего Как-то странно, что здесь у нас ничего Еще один дроид Ну, типа, если не можешь сам То чинишь дроидов И пусть они тебе тут Побеждают Ну, это для неуверенных себе Да? Продолжение следует... Мне, блин, вообще, чтобы компенсировать все мои эти пробелы в умениях, нужно, вон, миссию с собой таскать и, не знаю... Ну, кстати, вуки можно. Либо вуки, либо дроида. Либо медведа, либо... Как там его? Не R2, D2. Нужен пропуск. В общем-то, вот дроида из магазинчика. А то, сам-то я ничего не умею, только в лицо ходить. Ходить в лицо и немного лечить. Чуть-чуть. А там дроид-разведчик. Тот второй. Ну и как я могу замодифицировать? Модифицировать. Как-то могу. Бластер-карта могу накрутить. Я не помню, можно будет потом модификаторы снять или нет. Вот это важный вопрос. Вуки и два клинка. Ну, допустим. Будет 3.8 дэмэнджа, да? А, ну то есть я свободно могу вставлять, вынимать. Можно не стесняться. У тебя это крутая броня? Накачанная это, да? Холод-огонь. Бонус защиты 7. Кстати, нормальная такая броня. Могу даже себе забрать. У тебя у меня тут... Нормально. Ей больше подойдет. Потому что технологии не стоят на месте. Со временем все становится компактнее и функциональнее. Какие раньше были компьютеры? Вот такие. А что они умели? Считать 2 плюс 2. А сейчас что? Вот и здесь. Точно так же. Ничего странного. Так, там мужики в гаражах еще остались. Пойдем разберемся за гаражами. С мужиками. Конечно же, с вертухи. Сейчас имею 2 плюс 2. Миллиарды раз в секунду. Но вот. При этом они стали меньше. Стол начальника гаража. Карта для ПЗАКа и... Улучшенная энергоклетка. Это, по-моему, тот апдейт, которого нам не хватало. Для ствола. Нам нужно улучшить свой ствол. А то наш ствол не докачан. Недокачанный ствол горя в семье. Синий экран смерти еще. Ну, это да. Этого у них не отнять. Давно, кстати, я не видел синего экрана смерти. Но, опять же, об этом не стоило упоминать вслух. Богу Императору. Друг Ересь. Так, а ну, допустим, что я могу... Достать могу что-то полезное сделать на этом терминале. Есть смысл вообще. Открыть все двери, загрузка. Да нет ничего интересного. Оно того не стоит. Буду жать до последнего, конечно же. Карт, могу ли я поговорить с тобой? Ты готова к вежливой беседе? Или случится очередная детская истерика? Истерика? Я пытаюсь извиниться. Ты пастух нерфов. Пастух нерфов. В смысле, извини, не хотел на тебя злиться. Просто меня тошнит от того, что все воспринимают меня как девчонку. Да, я знаю, прошу прощения за то, что я сказал. Просто немного не сдержался. Неудивительно, если учесть все, через что мы прошли. Но я не должен был вымещать это на тебе. Зачем эти извинения? Надеялся на еще одну битву. Миссия, ты должна знать, что мы не считаем тебя беспомощной. Посмотри, где ты. Посмотри, что ты делаешь. Ты не просто попучишься. Ты нужна нам. Ты правда так считаешь, да? Никто никогда не говорил мне ничего подобного раньше. Даже большой Зи. Он мог думать такое, но он не очень силен в словах. Ты же знаешь. Спасибо, Карт. А, нет проблем. Я знаю, что это так. Иногда тебе просто нужно услышать несколько одобряющих слов. Детям это нравится. Детям это нравится? Слушай, ты... О, я поняла. Хорошо, ты меня подловил. Ты довольно забавный, Карт, для старика. Идем, старикан. Вернемся к нашим делам. Давай, гейзер. Давайте вернемся к тому, что мы делали. Подловил. Что ты просил нас напомнить о минах и ящиках в жилых помещениях? Да, да, да. Я пока еще... Пока еще помню. Нос. Пока еще все норм. Вот, как только мы выберемся отсюда, Маркус, нужно обязательно, чтобы мне кто-то напомнило. О ящиках в жилых помещениях. И о колоде карт. Кажется, у нас посетители. Лакей и Гадон Атека пытаются украсть экспериментальный двигатель Брэджика. Брэджик украл этот двигатель у Гадона для начала. Он никогда не был вашим. Я прошел через все трудности получения этого прототипа. Не для того, чтобы вы могли выкрасть его обратно для старого дурака. Ты хочешь сказать, чтобы я избавилась от этих шпионов? Какое интересное у него имя. Или интересный перевод. Нет, минуточку. Я вижу, что ты не носишь цвета тайных бегов. Так что, полагаю, ты не являешься частью банды этого дряхлого старикана. Наверное, ты просто наемник. Да, ты прав. Вместо того, чтобы воровать прототип для бегов, почему бы тебе не начать работать на нас? Ты можешь понадобиться вулкерам. Ну, собственно, мы разорили всю базу вулкеров, но не разорили всю базу бегов. Ты меня заинтересовал. Какие предложения будут? Что? Ты не можешь предать Гадона? Я тебе не позволю. А, миссия. Неофициальный талисман тайных бегов. Твоя лояльность замечена, но не там. Гадон держал тебя рядом только, чтобы посмеяться над тобой. Нет, это не правда, ты лжешь. Я? Сколько ты знаешь Гадона? Сколько ты на него работаешь? Он никогда не предлагал стать тебе одной из них, верно? Они... Они говорили, что я слишком молода. Ты поверила? Да брось, миссия, ты же умница. Для Гадона и его подонков ты была всего лишь ходячим анекдотом. Разве они не подшучивали над тобой всегда? Ну, да, некоторые. Но вулкеры пытались убить меня, и не один раз. Только из-за того, что ты была с Беками, и потому, что мы тебя уважали. Брэджик знает, что ты не клоун, миссия. Он сделал так, чтобы вулкеры воспринимали тебя очень, очень серьезно. Да. Пора грабить всех, а то что это за дела? Но... Гадон должен был настроить тебя против Брэджика. Это был единственный способ слетать от тебя правду. Бекки насмехались над тобой, миссия. Тебе не нужны такие, друзья. А я уж думал, мне самому придется ее уламывать. Ты прав. Мне никто не нужен, кроме Зао Бара. Если Гадон умрет, он получит то, что заслужил. Ты собирался высказать предложение, Кандон. Брэджик уже давно устал от этой войны с Гадоном и его последователями. Им нужен кто-то, чтобы избавиться от Гадона навсегда. Если ты это сделаешь, Брэджик предложит тебе очень существенную награду. Как насчет пяти сотен кредитов? Что-то как-то маловато, конечно. Да, и мы добавим того молодого солдата республики, которого мы захватили. Да, чертяка языкатый. Уболтал. Уболтал девчонку. Чтоб я так жил. Он удаст мне бастилу, если я убью Гадона? Ну, мы не можем просто так отдать девушку. Не после того, как Брэджик назначил официальный призом победителя гонок. Но мы можем поступить по-другому. Тот, кто выиграет гонку, получает девушку. Убей Гадона, и мы дадим тебе 550 кредитов и выставим тебя гонщиком за вулкеров. Также дав свой двигатель. Ты не можешь проиграть. Изи вообще. Вы в этом уверены? Я имею в виду, что хочу вернуть бастилу, но брать контракт на убийство людей — это слишком. Даже если это очередные подонки-байкеры. Чудесно. Вот, для задания тебе это пригодится. Это коды доступа в частное владение Гадона на базе бегов. Без них ты не сможешь пробраться к старику. Моя охрана проводит тебя к парадному входу на нашу базу. После того, как ты убьешь Гадона и вернешься, мы организуем твое участие в гонках. Я не советую тебе возвращаться, пока не выполнишь задание. Или вы подумали, что ты передумал. Улкеры не будут считать тебя другом, пока Гадон не умрет. Наконец-то. Мы отсюда выбрались. Так, ну вообще можем сбегать похиляться, по-быстрому. И пистоль качнуть. Да нигде от них нет спасения, битнес. 4-9 дэмэджа, между прочим. Даже вуки добрый. Так, а куда нам нужно? База бегов, база бегов. Еще нам нужно... В картонке прикупить. Сыворотку продать. В жилые помещения зайти. Столько дел, столько дел. Ладно, вернемся-ка мы обратно. Это здесь были жилые помещения, где мы оставили все. Либо здесь, либо... Вот здесь, не помню точно. Надо везде чекнуть. Можно вообще всех кинуть, вырезать и вулкеров, и бегов. Да-да-да, колода. По-моему, можно всех вырезать. Пойток. Сейчас мы вырезали... Этих. Вулкеров. Сейчас еще бегов вырежем. А потом, если получится, еще и передадим этих... Вулкеров. В итоге завалим вообще всех. Всех залутаем. Да нет смысла пока продавать мины. Так, нет, здесь мы были. Наверное, в этих следующих жилых помещениях. Сыбородка от рогульской болезни. Там пара этих мужиков-то в загонах, которые сидят. Мы можем... Так, а как попасть на дно? Как попасть на самое днище? Вот. От подземелья добраться. Сдать книги с землей обетованной. Скупить там все. Поговорить с мужиками в клетках. Чтобы больше туда не возвращаться. Так, давайте так и сделаем. Ну и здесь сразу заберем... Мины и ништяки. Вот. О, тут, кстати, и заспавнились опять. Представляете? Все. Тут, может, фармить можно? Раз они так спавнятся. Хотя в тех жилых помещениях кто-то не заспавнился. Вообще существует. Это во всех прохождениях ее продавали. Не играл, но, возможно, существует. Но... Это такое. Это не вяжется с моим мировоззрением. А? Это была первая мина. А? Да. Этот ящик очень прочен. Замок компьютеризирован. Его можно открыть только используя пароли. Гипердрайв пароль. Блин, а вот дальше я не помню. Кто учил тебя стрелять из бластера? По-моему, дядя. Откуда родом твоя семья? О-о-о. Дран. Я запомнил. Запомнил, лол. Бластерный пистолет, республиканская броня и кредиты. Нормас. Дневники, арена, сыворотка колода, мины. Окей, Маркус. С минами разобрались. На арену нужно идти в последнюю очередь, когда уже там максимальный уровень будет. Иначе Старкиллера не забороть будет. Что? Все. Здесь все забрали. Теперь с подземельем разобраться. Сдать книги. Ты, кстати... А, ну ты, наверное, видел, почему бессмысленно искать землю обетованную. Если смотрел уже прохождение. Так, правильно идти иду? Да, правильно. В принципе, арена и колода это все в одном месте. Хотя можно сразу сыграть. Здесь, в нижнем городе-то, когда к джабе пойдем. А чтобы сыграть у джабы, нужно колоду. А чтобы... Блин, короче. Все-таки придется за колодой сбегать по-быстрому. Может, у нас получится как-нибудь поиздеваться над мужиками, которые там в загоне сидят. Типа у меня есть сыворотка, а я вам не дам. Не знаю, почему бессмысленно. Ну, скоро узнаешь, значит. Почти спидран не уловил. Не буду спойлерить. Полагаю, я тебя просто убью, чтобы ты больше никого не заразила. А? Как тебе такой план? Звездный убийца. Девероятно. Между прочим, у нее аптечка была. Еще и левелап тут. Шестой уровень. Изи-лечилка. Так. Ну, накачку мы взять не можем. Импланты уже изучили. Будем брать силовую. Так, у нас плюс 5 корона, минус 3 к шансу попасть. Здесь плюс 8 корона, минус 3 к шансу попасть. Тут аж плюс 10 к урону. Ну, кстати, вот разница между 8 и 10 вот такая себе. Хотя мы потом сможем проводить 4 атаки за раунд. А это нормально так. Шквал бесполезная хрень, насколько я помню. Она добавляет просто одну атаку. За счет силовой атаки мы получаем плюс 10 корону за каждую. Ну, то есть, силовой атакой мы выполним 4 удара под эскориалити. Каждый из которых получит плюс 10. А со шквала мы выполним 5 ударов, но без усиления. Там получим минус 3 к точности, а здесь... Ну, хрен его знает. Силовая мне больше нравится все равно, чем шквал. Ну, джаб просто много. Вот, тапнем восьмой уровень и, наверное, пойдем на аренку. Плюс 8, плюс 10. Там как раз на восьмом... По-моему, на восьмом нам дадут. Третий дуал вилд. Можно нормально подсражаться будет. Шквал у него дополнительный пинок с разворота в щи. ОП, не контриться. Ну, да. На самом деле можно шквал использовать, а можно силовой. Но как бы силовой просто уже взят на раз. Поэтому его чуть халявнее брать. И, по-моему, он все-таки получше. Ну что, друг? У меня для тебя кое-что есть. Есть на продажу. Для начала давай посмотрим. Хочу ли я что-нибудь у тебя покупать. Средняя броня, 7 плюс 3. Ну, у меня там есть обычная накачанная броня. Это-то вроде не улучшается. Так что нет. Двуручный пусох. Виброметч, тяжелый пистолет. Иммун к ритам. Ну, это такое. Иммун к ритам. Такое. Вот иммун к майн-контролю, да? Нормас. А иммун к ритам. Какой-то вибрации. Давай. И прицел, наверное, куплю. Больше у тебя ничего такого. Дневники у меня есть. Я знаю, что легенды Рукела о земле обетованной. Это правда. Скорее дайте мне эти дневники. Тогда я смогу уничтожить их. Первый источник против тех кредитов, что вы обещали. Позже от перевод порой просто... Вот, ваша награда. Здесь 100 кредитов. Это очень щедрая оплата. За... Издеваешься, что ли? Не думаю, что вы понимаете, сколько стоят 100 кредитов здесь, под земель. Мне нужны эти дневники. Но я не так богат. Ой, да ладно, забирай. Прекрасно. Теперь Рукел никогда не поведет свой народ на землю обетованную. Вам еще что-нибудь нужно? Хотите посмотреть мой склад? Как он узнал? Фальшивый пророк, обманщик, ты предал меня? Ты продал надежды целой деревне, себелюбивому и отвратительному Айгеру. Все, над чем я трудился, уничтожено. Все надежды и мечты моих отца и дела превратились в прах. Бирайся, пришелец верхнего мира. У меня для тебя остались только проклятия. Я имею в виду только проклятия, чтобы говорить о тебе. Готово. 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 Так, навыки. Хил. Тебе-то что? Так, крепость. Ну, очевидно, тоже импланты. Импланты слишком крутые, чтобы их не брать. К тому же у него уже есть фокус на бластерах. Смысла вроде брать это все нет. Остается только дуал-вилд и крепость. Быстрый огонь еще прикольная штука. А вот мощный выстрел, по-моему, как-то криво работает с двумя пушками. Хотя, ладно, не помню. Все равно для начала импланты, а дальше разберемся. Яс. Так, все, здесь мы закончили. Здесь нам больше делать нечего. Да? Так, а у тебя есть что-нибудь такое крутое? Типа грейдов. Скрытность плюс два, энергощит, генератор пыли невидимости. Только мины, некий грейдов. Он нам не нужен. Так, пойдем за колодой. Ну и еще в магаз заглянем. Теперь мы можем себе много всего позволить. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Так, секрет отмычка. Нет, пожалуй, нет. Короткий меч, он и бластер, снайперская винтовка, ситхов. За полтора така. Не нужна, просто не нужна. Точнее, у того вроде продавалась такая же хрень, только она стоила дороже, кажется. Или так же. Все-таки у разных торговцев разные цены. Блин, я не помню. У него вроде 220 стоило. Еще, да, еще в больнице вытрясти деньги нужно будет. Ну, в больницу мы зайдем после того, как... Сыворотку продадим. Давай, Павел. Пора бы уже спать, действительно. Что-то за дела. Хотя мы, наверное, можем прямо сейчас пойти... Стрясти с него денег. Или сначала Джабе продать сыворотку. А потом уже деньги трясти. Кристи. Кристи! Тебе не нравится разве наблюдать за игроками в Пазак? Стратегия, кредиты. Достаточно, чтобы заставить девочку разволноваться? Но я ж не девочка, че мне волноваться? На рынке позалипать. Гору. Привет, юноша. Хочешь купить колоду карт Пазака у старика, который хочет сделать ставку? Всего 50 кредитов, и я продам тебе все мои карты. Даже дам тебе бесплатный урок. Хорошее предложение, если ты можешь его себе позволить. Конечно, беру только колоду. Удачи, я надеюсь, тебе так же она понадобится. Теперь у нас есть колода. Че хочешь, пришел сюда просто, чтобы дергать меня? Или ты хочешь проверить себя против лучшего игрока в Пазак на Тарисе? Ну, давай сыграем. Вспомним, хоть как Пазак выглядит. Максимальная ставка 40 кредитов. Ну, это не серьезно. Совсем. Так, нужно свою колоду составить. Плохо помню, на самом деле, как играется Пазак. Ну, допустим. Нужно вроде бы 20 набрать. Не больше, не меньше. Ну, что-то вроде очка. Тринадцать. Давай еще. Четырнадцать. Еще. У него ровно 20. А у меня 23. Но я могу тоже 20 сделать. Все, я вспомнил. То есть нужно выбить 20 очков просто. А этими картами я могу как бы добавлять, ну, или убавлять, соответственно. 23. Ну, тут я уже ничего не могу сделать. Поэтому и нужны карты, которые дают плюс-минус. Чтобы универсально либо докинуть, либо... О. Эй, че... А, он все. Он больше не будет брать. Я выиграл тогда. Че-то он испугался брать больше 18. 15. А теперь и мне может испугаться брать после... Ну, 18. Все, пас. Ах ты ж... Так, все, карты у меня закончились. А он, между прочим, нарандомил до этого все. Только я вот первый раз карту потратил свою. Ну, ладно, я все вспомнил. Хрен тебе, а не мои кредиты. Ну, на 40 кредитов играть, это такое себе удовольствие. Вот для этого мы и должны скупать картонки. Я не могу поверить, что мы не можем достать билетов на арену на этот матч. Хребет смотреть на дуэльной экране. Тихо, они сейчас начнут. Давайте посмотрим. Обратите внимание на дуэльный ринг. Тут будут сражаться два кандидата ради вашего наслаждения. Я надеюсь, что все ставки сделаны, так как мы готовы начинать. В этом углу представляю. Проиграл, загрузился и отмазал. Все как надо сделал, Маркус. Все как надо. Желаю поднять свой ранг. Не сдающийся Дункан меткий глаз. Тож кого. Ну, Дункан-то уже не торт. Да, ни у кого особо не удивит. Меткий глаз снова проигрывает. Не переживайте, друзья, он просто без сознания, как обычно. Наши медики вмиг поднимут его на ноги. Ну вот и все. Быстро, верно? И я представляю вам победителя. Двупалый герлон. Двупалый, двупалый. Торпа... Торпа рукоплещет. Все любят двупалого. Я чужедемец, позволите представиться. Меня зовут Марл. Я один из дуэлянтов. Интересно, когда ты придешь ко мне поговорить. А мне неинтересно. С вами разговаривать. Ну бы. Твич. О, твич. Смотрите-ка. Твич смотрит твич. Ну так-то можем пару аренок катнуть. Извини, человек, ставки сделаны. Теперь больше не будет битв. Людям надоело видеть от них тех же бойцов каждый раз. Это плохо для бизнеса. Хотя... Меня зовут Аджур. Я тут организовываю все дуэли. Нам нужно новое лицо в дуэлях, человек. Может быть, ты хочешь войти на ринг дуэлей? Это может быть очень выгодным предприятием. Наверное, мне интересно. Что мне в этом? Я организую для тебя битвы на ринге. Если ты выиграешь, получишь стандартный контракт. 10% от прибыли. И не переживай, теперь никто не умирает на ринге. Теперь бои насмерть нелегальны. Большинство бойцов на ринге используют вибромечи или парализаторы. Так как ринг довольно маленький, и некоторые бойцы используют бластеры. Но некоторые бойцы используют бластеры. Используй то, что тебе нравится. Вибромечи или бластеры. И что, все остаются живыми? Почему у меня возникло чувство, что ты пытаешь нас надуть? На рингах есть поля подавления энергии, чтобы никто не умер. Оружие наносит ограниченный вред, но не убивает. Теперь мы используем медиков-дроидов, чтобы избежать серьезных повреждений. Че-то как-то под детски все, да? Несерьезно. Я сделаю это, но мне нужно больше 10%. Но я не умею в убеждения. Шутишь, верно? Окей. Хорошо, свежая кровь на ринге. Да, кроме одного. Тебе нужно прозвище, как Айс, Меткому Глазу или Твичу. На хорошее прозвище люди ставят больше. Какое бы имя тебе подошло? Ты тут не свой. Ты тут новичок, люди тебя не узнают. Я понял. Теперь ты на ринге... На ринге дуэля люди будут звать тебя Таинственный Незнакомец. Меня зовут вот... 47-й. Думаю, это звучит лучше, чем всякие клички. Ах, что ты знаешь о прозвище? Я давал имена 20 лет. Таинственный Незнакомец. Теперь это твое имя. Это замечательное имя для тебя. У тебя нет прошлого, нет истории. У тебя будет большой темный секрет. Людям это нравится. Они делают более большие ставки. Все это к лучшему. Мы сможем использовать кредиты, заработанные на этих поединках. Но называть своим настоящим именем слишком рискованно. Называться. Готов к дуэли? Так. Готов. Да, ты сражаешься. Люди делают ставки, я зарабатываю. Все хорошо. Есть одно правило. Никто не умирает. Если противник сдается, ты его не приканчиваешь. Теперь это нелегально. Ты в этом новичок, так что начнем с простого. Тебе нужно сразиться с метким глазом Дунканом. Готов. Изи. Увидели, как вечер за вечером он проигрывает. На этот раз ему попалось свежее мясо. В этом углу представляем он в меткого глаза Дункана. А в другом углу относительно новичок на довольной сцене Тариса, появившийся из теней истории, без прошлого и без имени, таинственный незнакомец. Так. Победная победа. Разве хоть один из нас удивлен? Проигрыш меткого глаза это не новость. Тебе нужно что-то большее, чтобы удивить нас. Хорошая драка, хорошая. Ты нравишься людям. Танисы мне не знакомятся, делают большие ставки, когда ты дерешься. Я остаюсь довольным и богатым. Я всегда оплачиваю долги. Ты выиграл, тебе нужно заплатить 10% от прибыли. Таков был договор. Вот твои деньги. Детали. Давай следующую. Детали. Да, победная победа. Особое представление. В этом углу один из лучших бойцов. Человек такой силы, что даже страшная рана не смогли разрушить его карьеру. Да упал и Герлон. А в другом углу относительно новичок на двойной сцене Тариса. Таинственный незнакомец, бла-бла-бла. Поехали. Победка. Да, хорошая драка. Давай 200 кредитов. Who's next? Женщина с костями из стали и с ледяной водой в венах. Она холодная и быстра, как сама смерть. Вы знаете ее, вы любите ее. Айс. Айс. Айс овчат срочно. А в другом углу восходящая звезда, которая только делает первые шаги в большой лиге. Таинственный незнакомец. Главное против Старкиллера не умереть за первые 3 секунды. Дальше всего плану. Ну, да, да. Судная ночь 3. Что, первый-то судной ночь ничего не слышал Чикаго. Так, обязательно вводи. Со своим Старкиллером. Слушайте, ну тут уже так... Айс разбита. Кажется, у нас новая восходящая звезда. Но как высоко взойдет эта звезда, остается только наблюдать. Посмотреть Чикаго, да? Обязательно. Я постараюсь запомнить. Три сотни кредитов. Легенда спорта. 20-летний ветеран, который все еще знает, как показать малышам один или пару трюков. Давайте похлопаем Марлу. Но всегда приходят молодые, которые побеждают ветеранов. И сегодня на ринге с нами один из лучших. Представляю вам таинственного незнакомца. Будет вообще гранатами закидать. Ого. Серьезно? Такие нормальные заявочки на победу. Тов по 25 уже хп. Марл побежден. Но еще есть много вопросов. Это конец славного ветерана. Неужели Марл отложит шпоры? А что с таинственным незнакомцем? Твич ждет своего часа. Посмешит ли ты бросить вызов самому чемпиону? Будет ли дикоглазое чудо наконец сброшено с пьедестала? Деби говорили, что так себе. Но это ведь... Вкусы Чикаго весьма специфичны. Не всегда стоит верить рейтингам. Иногда они... Не совсем правы. Все довольны? Давай. Ты победил почти всех. Я думаю, что ты готов сразиться с Твичом. Твич сумасшедший. Но он сейчас лучший. С Твичом сразиться. Сашка против Твича. Оставайтесь на местах и держитесь подальше от границ ринга. Он дикий. Он непредсказуемый. Он на грани психоза. И он чертов лучший дуэлян сегодня в игре. Похлопайте Твичу. Но противник Твича планирует победить чемпиона. Вечер за вечером. Битву за битвой мы наблюдали, как этот молодой феномен продвигается по рангам. Это могло претенент на звание чемпиона дуэлей Тариса. Таинственный незнакомец. О, да. На 19 сходил в гости. Не, ну это будет изи, мне кажется. На любителя. Все кончено, битва закончилась. Незнакомец выиграл. Господство Твича закончилось, дамы и господа. У нас новый чемпион. Незнакомец. Победная победа, ребята. Поздравляю. Теперь ты чемпион дуэлей. Твич держался неплохо, но ты уделал его. Вот награда за победу над Твичом. Плохие новости это то, что у меня не осталось никого, кто хочет драться с тобой. Ты слишком уж хорош. Никто не хочет идти на ринг с тобой. Единственное, с кем тебе осталось родиться, это Бендак Старкиллер. Но он на пенсии. Плохо. Люди много заплатят, чтобы посмотреть на тебя с Бендаком. Здорово, мужик. Ну бас. Ты быстр, ты скор, ты даже Твича побил. Да. Вообще не ощутил. Всех завалил. Да, за 10 минут чемпион, и никто больше не хочет. Осталось Бендака найти. И с ним за жизнь потрещать. Житель Тариса, житель Тариса. Главарь ситхов. А, здесь можно было с ней потрещать, чтобы форму достать. Один из вариантов. Вроде как. Ганна Лавин. Где ты взял эти тряпки? Из уплотнителя мусора в нижнем городе? А где напитки, которые мы заказали? Понятие? Чё? Тут такая вообще, и почему командуешь? Осторожнее со словами. Я думаю, что это испорченный ребёнок ещё доставит нам неприятности. Чё помощники здесь такие неумелые? Одно слово от папочки, и я бы тебя уволила. Заткнись, баба. Как ты смеешь разговаривать со мной так? Я расскажу об этом папочке. Большому папочке. Давай, иди. Расскажи. А, вон он стоит. Джерган. Без обид, добрый человек, мне сейчас я точно не могу с тобой поговорить. Очень трудно привлечь. Ты понимаешь, с чем я говорю? Я думаю, что и ты пережил много одиноких вечеров. Это то, чего я хочу избежать сегодня ночью. Ёлочку пытаются снять. Пикапит стоит здесь. Ну, привет. Я наблюдал за тобой на ринге. Неплохо для любителя. Мне хочется выйти из отставки и показать тебе, какого-то сражаться против настоящего чемпиона. Но я сражаюсь только в смертельных поединках. И не так много народу хочет выходить на ринг. Знаю, что они с него не выйдут. Как насчет тебя, незнакомец? Думаешь, ты справишься? Ты попал. Давай, называй время и место. У меня заодно и контракт на тебя есть. Наконец-то свежатинка. Аджур все устроит. Поговори с ним. Понадобится время, чтобы все устроить. До тех пор не стоит утошиваться. Я вернусь, когда придет твое время умереть. Ну что ж, Робас, я слышал новости, незнакомец. Мы с Бендаком планируете поединок до смерти. Это замечательная новость. Люди много заплатят. Но зачем ты здесь? Чтобы приготовить бой до смерти, нужно время. Мне нужно подкупить чиновников, чтобы они нам его не помешали. Сейчас тебе нужно уйти и вернуться позже. Первая и вторая часть чего? А, до фильма там какого-то? Чуть выше чатик пролистай. Там Чикаго про какой-то фильм говорит. Пойти и хильнуться, что ли? По-быстрому. Корсаров? Нет, в Корсаров я не играл, только и видел, как играют. Что-то как-то вроде бы не мое все-таки. А, вот и баба, которая нажаловалась. Все-таки нажаловалась. Папочка. Подарила нам 60 экспы. И парочку виброклинков. И еще немного денег. Ну, то есть оно того стоило. Послать бабу куда подальше. Профитное занятие. Можем, кстати, имплант прикупить. У меня там второй ранг имплантов же, да? Да. Вот вопрос, сейчас с него тут все трясти. Попозже. 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 Иммунитет к яду. За пять сотен. Почему-то не играют в эту игру с добы... Да. Играют? Конечно же играют. Ну, можем пока купить иммун к майндконтролю. Причем он стоит, как иммун к яду. Давай. Потерей сознания при неожиданном воздействии или сенсорной перегрузки. У злодея всегда крутая тетя. Интересно, я могу его затроллить, типа сказать, что у меня есть сыворотка, но я тебе ее не дам? Добро пожаловать. Есть сыворотка для лечения рагульской болезни. Есть сыворотка? Невозможно, как бы вы ее достали? Нет, подождите, не хочу об этом знать. Можно взглянуть на сыворотку, я хочу сказать. Нужно глянуть, достаточно ли ее, чтобы я ее изучил и начал массовое производство. Это у меня вознаграждение, я не богатый человек. Все, что могу предложить, это пачку кредитов и несколько запасных аптечек. Думаю, я поищу другого покупателя. Единственным покупателем мог быть король преступности Давик, но он бы назначил заоблачные цены за сыворотку, если бы получил ее. Пожалуйста, если у вас есть хоть капля сочувствия, отдайте сыворотку мне, а не Давику. Не позволяйте ему монополизировать лекарства. Забудь. Тогда, думаю, я не могу вас остановить. Я только надеюсь, что вы передумаете. Можно затроллить, да. Будем обратно. Так вот. Имплант. иммунитет к яду побочное действие сухость во рту за пять сотен кредитов третий ранг ну я не помню нужен он нам или нет скорее не чем да возьмем все теперь дожить до расцвета теперь мы его затроллим что вы делаете бла-бла-бла это республиканские солдаты скажешь мне что тут или все будешь объяснять ситхом я просто заплатить если хочешь чтоб я сохранил твой секрет не принимаю отказов от вас или он заплатит или расскажут ситхом отлично заберите свои деньги и проваливайте все больше вам здесь не место изи 100 кредитов так ну все с аптекой разобрались модули купили здесь нам больше нечего пока ловить здесь в жилых помещениях тоже вроде как пожалуйста люди я раненом не нужна помощь и нечеловеческие дети бьют и пинают меня я не могу их урезонить но если я буду отбиваться меня арестуют проваливаю отсюда круглоглазый урод таким чудищем не место верхнем городе да возвращайся откуда пришел такие тут не нужны пожалуйста люди помогите мне может быть эти детеныши вашего вида послушают вас сорян не хочу вмешиваться да чё бы это людям помогать тебе а отродье эй вы что позволите им издеваться над ним да да ты сам уродец давайте убирайтесь отсюда от репья хотите что я подошла и над родом задницы вот так теперь вы сами напросились а спасайся спасибо вам человек я возвращался от своего коллеги когда эти дети напали на меня и погнали меня по улицам что я вознаградишь тогда хотя те не помогал сорян я рад был бы вознаградить тебя в знак моей благодарности но я при себе нет соответствующей награды еще раз благодарю вас за мое спасение от этих человеческих я должен покинуть вас мой партнер будет переживать где же я блин понабрал а уж эти моралфаги нет мелочь да даже поиздеваться не дает вместе с детьми так сюда еще нужно нужно заглянуть посмотреть что то как дроид это все еще не продаешь своего крутого да еще не время так ремонтный набор легкая броня защита 4 защита 3 фокус оружие бластерный пистолет так ну это всякие апгрейды для дроидов не знаю что нам из этого пригодится вообще пока ничего не будем брать смотри у меня мульти паспорт есть давай пропускай меня да так я хотел этим позаниматься но как видишь мизоник вмешались мои напарники так здесь мы вроде как можем схлестнуться а и карты прикупить и куку куку я показывай давай картонки плюс минус 1 плюс минус 3 давай плюс минус 6 за 50 давай неограниченное количество кстати их плюс минус 6 плюс минус 6 давай парочку плюс 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 Тоже максимум 40 кредитов ставка. Ну, давай попробуем. Плюс один, плюс минус шесть. Ну, на самом деле, плюс минус шесть такой я себе. Откровенно-то говоря. Давай плюс два и я пас. Изи. Семнадцать. Ну, давай еще раз еще. Ничего не теряю. Еще раз. А, после того, как я нажал пас, компонент может только одну карту взять. То есть он нажал пас, я могу только один раз еще. Тапнуться. Изи двадцать. Вообще ничего не сделал. Просто я выиграл. Двадцать кредитов. Двадцать. Два раза по двадцать. Перетасовать колоду, это плюс или минус шесть сделать. То есть, видишь, тут пока плюс шесть. Если перетасовать, то будет минус шесть. То есть менять достоинства карты. Двадцать, спасибо. Если у вас есть... Сорок кредитов. Пижама нужно. Как видишь, у меня даже без пижамы нормально зашло. Слушай, вот такие карты, наверное... Вот плюс три, типа, нормально заходят. Парочку можно взять. Как правило, проще добавлять, чем убавлять. Плюс два. Нормально пойдет. Все, хватит карт. Там потом будут побольше ставки. Сможем побольше область рубить. Да, сыворотка против рогулов. У вас есть сыворотка болезни рогулов. Дэвикс дает за нее тысячу кредитов. Давай полторы. Ну да, конечно. Давай свою тысячу. Тысячу кредитов, двести опыта и очки темной стороны. Норм, норм. Так, итого у нас... Сколько там бабла? 3К кредитов. И еще пачка мин, которую можем продать. Нормально. Деньги вроде есть на представительские расходы. Да мы вообще еще много чего можем продать. Правда, потом и ценники будут соответствующие. Так, ну все, идем теперь на базу. Беков. Награда за биндака. Покупка дроида. Родная планета карта была такого на сифами. Дуэльный ринг. Ага, в поисках бастила. Ну, мы все квесты сделали. Да, Вика завалить. Ну, скоро узнаем. Брутальный черный балахон будет. Будет. Правда, не помню, насколько брутальный. Мацка, которая. Вот насчет Мацки не помню. Во второй части вроде Мацка есть, а вот в первой есть ли. Гидон куда-то свалил. Барон Гидон куда-то свалил. И тут сразу, сразу просто. Поехали. Дерзкая бабища. Кстати, она заслужена вроде как дерзкая, да. Баба-то огонь. Еще и восемь сотен экспы за нее. Можно и соленого. Просто я много чего не умею. Можно дроидами обмазаться. Если люди не нравятся. Тяжелый бластер, продвинутый адреналиновый усилитель. Военная броня. Просто у них есть личные квесты, а личные квесты это... Экспа, бабло. Синк должен уметь все. Я даже еще не джедай. Я еще даже не начал учиться на джедая. Делать все за него. Там есть такой скилл. Для начала нужно хотя бы лазерный меч достать. А еще лучше лазерный твинблейд. Делать все за него. Делать все за него. Да-да-да. Ну, можно какой угодно сделать. Можно сделать зелёный, можно фиолетовый, можно красный. Главное, кристалл необходимый найти, который цвет клинка меняет. Постараемся, поищем все возможные расцветки. Подберём себе под стиль. Да-да-да. Винблейд именно. Естественно, большой любитель твинблейдов. Из-за твинблейда начал войнам проходить. Так, бумагом пошёл. С двумя бегал и держал. Так, круто. Ну, да-да. Как бы нам всё обнести, ничего не оставить. Старкиллер. Старкиллер. Старкилллер. Там ты, наверное, называлась Академия Джедаев. В Академии Джедаев можно было с твинами бегать. В джедаи ауткасте можно было бегать только с одним мечом, к сожалению. А вот в Академии джедаев уже твинблейды и парные клинки появились. Force Unlishing? Нет, до Unlishing в Академии джедаев можно было с твином бегать красным. Force Unlishing, кстати, крутая игрушка. Помню, играл. Такая. Чё, я помню, что она весит очень много. Ну, очень много весит игрушка, а проходится достаточно быстро. Так, ну, в лист мы пока не пойдём. Не твинбл. Лазерный канут. Держал круто, да? В этом всё дело. Главное круто держать. А потом вроде был Force Unlishing 2. Так, ну всё. Остался только лист и вот не открывается. А тут мина. Скимот, что ли? Побег с Еевина. А слушайте, в Force Unlishing же там на арене можно было с ранкором биться твином, там, молниями и прочим-прочим. Что такое вообще прям крутое-крутое? Или это опять же в Академии джеда? Блин, так поиграть захотелось? Внезапно. С твином там полетать. В Unlishing ещё можно было ракеты вроде как отбивать силой и обратно их отправлять в роботов. Что-то спинку чешет. Так, ну походу осталось только блист отправиться. В Академии миссия с ранкором. Ну я помню там только, что там как будто арена такая округлая. И там вроде как жёлтая. И там ты по краю арены вообще скачешь. Но ранкор там вроде как присутствует. Я вроде как его броском меча овнял. Как правило. Ну блин, там такие крутые игры, они такие весёлые, динамичные, вот. А джедаи от каст, она прикольная конечно, но там столько головоломок. Там столько этих всяких вот хитрых проходов, которые нужно искать. Это вообще забей. Я как вспомню, мне аж не по себе становится. А Академия джедаев такая вроде как попроще и повеселее. Тогда это не то, я точно помню арену. Световые биты и куча пыщ-пыщ. Ну там твины и куча пыщ-пыщ, там роботы и вообще. В общем, много всего весёлого. Прыгаешь, кидаешь молнии, кидаешь твинблейды и... Кто вы? Вам нельзя сюда входить. Расслабься, Кира. Это союзник, а не враг. Он пообещал отобрать у блукеров наш ускоритель. Я для тебя плохие новости. Вы слишком доверчивый, Гадон. Это может быть убийца, которого послал Брэджик. Зачем они ещё могли забраться сюда? Пора умирать, старик. Нас атакует охрана! 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 Встаёт охрана. Т� ГУДОТ! Ничего себе! Охрана! Кто ты? Где ты? Где ты? Форс... И даже дуал вилда там нет. Да ладно. Хочешь сказать, что форс он лишади там только с одним клетком? Метчиком назад? Ну ё-моё. Представляете, он меня просто развёл на три аптечки. А между прочим, он слепой. Да? Так, ну мы же умеем во взлом. Вдруг всё-таки что-то ломается при силовом взломе. Вдруг. Понял. Симпл. Симпл. Надо, кстати, проверить было. Ну ладно. Два мяча же. Можно было делать назад. Да, кстати, точно. Два мяча назад там было, типа. Опа-опа-опа. Настолько эпичен по уровню силы, что его император лично приказал уничтожить. Трижды. Да, надо скачать. Всё верно. Сейчас у нас как начнётся эпопея Стар Ворса. Ну там, Стар Ворс это не так-то быстро проходится. И Форс Анлиш, и... Академия джедаев. Второй части. Ты всё ещё не скачал, Саныч? Внимательность плюс четыре. Вуки не могут использовать. Спасибо. Модуль памяти. Интеллект плюс один. Ну давай теперь интеллект плюс один сделаем. Не знаю зачем. Стойкость плюс три. Сила плюс один. Рефлексы плюс три. Кстати, пояс силы плюс один. Но на следующем уровне нам пригодится. На восьмом уровне пригодится нам пояс силы плюс один. Всем норм! Не пиларсы, конечно. Ну да, конечно не пиларсы. И даже не балдура. Но всё-таки. Но они такие бодрые и весёлые игры. Достаточно. Так, а мы туда так и не сможем попасть, да? Сюда вот. Рост или комовская, оптоволок, ну да, я помню. Но что-то пошло не так, видимо. Нет, закрыто, всё-таки не можем сюда попасть. Дико плюсует за то, что не пилос. Иногда тётка тут расстроилась, что мы всю базу дали. Ну вот, две базы зафармили. Надо отхиляться ещё. И назад. На буке уже 87%. Уже вот-вот на компе 14. Почти как Реалтек. Только... Ростелеком это почти как Реалтек, только ростелеком. Компартаментом, подземелье, к вулкерам. Ну всё, возвращаемся к вулкерам. Выигрываем гонку и... Пойду я на небольшой перерыв. Ещё перекусить, закинуться и потом... Финальная часть. Четыре часа почти прошло. Закончим с этой планетой. Наверняка доберёмся до того момента, где нас посветят в рыцарей джедаи. Научат световыми шашками махать и вообще. Я слышал новости. Гадон мёртв, ты хорошо поработал. Сам Брэджик пришёл сюда, чтобы поздравить тебя, если бы он не был так занят подготовкой к гонкам. Гадон умер, крича, как Ронта, с которого сдирают шкуры. Так умрёшь и ты, если не отдашь мне бастилу. Не делай глупостей. Если ты понёшь на меня, то ты потеряешь шанс получить эту девушку. Кроме того, у нас договор, помнишь? Вот тебе 500 кредитов за то, что убил Гадона. И, как было обещано, на гонках ты будешь представлять вулкеров. Мы предоставим тебе свуп-байк с прототипным ускорителем. Модифицированный свуп будет достаточно быстрым, чтобы быть лучше других гонщиков. И когда мы выиграем, мы получим бастилу, верно? Когда ты выиграешь, Брэджик отдаст тебе девушку. Ты получишь бастилу. Гонщик вулкеров выиграет гонку. А Брэджик не потеряет лицо, отзывая приз. Все будут довольны. Никому не потеряет лицо. Например, Депаст? А-а-а... Опять же, Ка Желтое ведро. Да. Всех завалим. Не переживай. А если я не буду ездить для тебя, тогда что? Тогда кто тебе поможет? Бег. Я уверен, что им понравится получить убийцу, который убил их возбужденного лидера. Нет, я думаю, ты будешь ездить для нас, у тебя нет другого выбора. Единственное, чего ты должен опасаться перед завтрашней гонкой, это того, что двигатель еще не совсем проверенный. Есть вариант, что во время гонки он может взорваться, но это такое. Взрыв? Ты спятил? Почему бы я рисковал тогда ехать на твой штуке? Да еще одна причина, почему Брэджик установил его на твой карт. Никто из лукеров не хотел рисковать жизнью ради приза. Они боятся, что их разнесет на части. Побледнел. Побледнел, Баркант. Юноша бледный, со взором уже не горящим. Не боюсь ехать на этом карте. Я рад, что ты казался разумным. Гонка завтра, так что я боюсь, что у тебя не будет времени на практику. Но ничто не может сравниться с твоим картам. Тебе нужно будет только крепко держаться, постараться ни во что не врезаться и надеяться, что двигатель не взорвется. Отдыхай, а я приду за тобой утром, чтобы отвезти тебя на гонки. Удачи, она тебе понадобится. Ты провел бессонную ночь на базе вукеров. Утром один из вукеров проводит тебя в один из гоночных ангаров, куда можно только механиком и гонщиком. Так, вы тот, кто собирается гоняться на этой машине, да? Не волнуйтесь, я разрабатывал ускоритель, и устойчивость не станет проблемой, я надеюсь. Чё-то я тебе не доверяю. Кендан сказал, что вы никогда раньше этим не занимались. Вы хотите, чтобы я рассказал вам об основах управления пикирующей машиной? Давай просто начнем гонку. Погоди, лучше я объясню вам правила. Каждый гонщик выходит на трек в одиночку. В конце дня побеждают тот, кто показал лучшее время. Как правило, гонщик может сделать сколько угодно заездов, но я не знаю, сколько выдержит ускоритель на вашей машине. Думаю, 4 или 5 гонок. Поэтому считайте заезды. Помните, вулкеры рассчитывают на вас. Если мы выиграем эту гонку, половина команды Гадона перейдет к нам, и с беками будет покончена. Да, я изи смогу всех победить. Да, здесь не нужно удостоверения. Все нормально. Там только одна кнопка. Газ и тормоз. И тупому тормоза нет. Я буду вас ждать после заезда. Ага. Удачи. И не беспокойтесь о том, что ускоритель перегреется и взорвется, когда вы будете не на треке. Этого наверняка не произойдет. Да? Ну ладно, я спокоен. Да, нет шансов. Ага, ага. Доба. Редрос. Пастила. Вот она. Вот она, наша баба. Пока не дают нам с ней поговорить. Здесь ради гонки, так? Ладно, посмотрим, какой у вас спонсор. А, понятно, вы гоняете за черных вулкеров. Обычно в этой гонке никто не осмеливается бросить вызов тайным бегом. Но сейчас вы вулкеры команда для битья. Итак, вы зарегистрированы. Удачи, попробуйте не дать себя убить. Сегодня мы уже потеряли одного гонщика и хотим, чтобы больше такого не было. Как только будете готовы, вы можете попасть на трек. Заменить пилота спичкой в кнопке. Мне кажется, такое вполне можно провернуть. Главное постараться. Зеленого этого. Посмотрим, посмотрим. Какое лучшее время? Я хочу гоняться. Поехали. Управление бы еще вспомнить. Так. Ага, на пробел. Влево-вправо. Ускоряйте. Оп. Как только добиваются до максимума, включается вторая закись азота. Обожаю гонки. Так, 29-48. На аренке последний бой остался. Вы это сделали. Вы показали лучшее время. Вы просто побили гонщиков, которые занимались этим 20 лет. Это замечательно. Видите, какой я клевый. Я аренку там за 10 минут прошел, все. Ну, почти все. Он спит, просто отдыхает. Но, между прочим, это-то халявные гонки. Кое-кто, никогда не участвовавший гон, как сегодня появляется тут. И подождите секунду, я не верю в это. Посмотрите на табло. Один из бегов только что показал время лучшее, чем ваше. Кто? А, это Англо. Не надо было догадаться. Что? Немногие гонщики. Ты серьезно? Вот это, кстати, провал был. Нужно было медленнее ехать, а то сейчас придется совсем потеть. Готовы снова пасть на трек? Двадцать девять, двадцать три. Надо быстрее, чем двадцать девять, двадцать три. Сейчас у меня было двадцать девять, сорок восемь. Поехали уже. Так, Сашка собрался. Ускорелите, ускорелите, ускорелите. Еще ускорелите. Вообще изи. Никакого кичула. Вы это сделали? Вы сделали это? За двадцать лет я никогда такого не видел. Никому не удавалось победить этот рекорд. Никому. Я полагаю, Кэндон знал, что делает, когда выбирал вас, чтобы гоняться за нас. Теперь единственное, что осталось, ждать, пока официально зафиксируют время и забрать свой приз. Дамы и господа, представляю вам победителя гонок в этом году. Сложите ваши руки вместе и покажите ваше уважение одному из самых смелых гонщиков этого заезда. А теперь чемпионский приз представит сам предводитель черных вулкеров, Брэджик. Я, Брэджик, лидер черных вулкеров. Счастлив наградить победителя. Тем более, что это один из нас. Хорошо. Благодаря опыту и удаче доказал, что ты лучший гонщик и принес удачу клана черных вулкеров. Именно поэтому, с величайшим сожалению, я должен сообщить о небольшом изменении в награде, которую я назначил за твою победу. Хорош. Давай сюда женщину. Когда ты услышишь то, что я должен сказать, ты поймешь. Женщина, которая собиралась предложить в качестве фриза, не только офицер республики. Она джедай. Я надеял на нее ошейник нейронного разрушителя, чтобы ее разум пребывал в состоянии нефокусированного замешательства. И она точно не смогла бы использовать силу. Я не могу раз положить ее к тебе. Это будет слишком опасно держать джедая в качестве раба. Но будь уверен, я иду в другой способ вознаградить тебя за эту победу. Ты не можешь разделать, Брэджик, ты знаешь правила. Никто не может возвратить приз после гонки. Это против всех самых священных традиций. Да, ну, Лак Джаскилл, Скайпокер. Ты старый дурак, твои традиции ничего не значат для меня. У меня впереди будущее, если я хочу вернуть приз и продать. Сам эту женщину на рынке рабов меня никто не остановит. Мне есть что сказать по этому поводу, Брэджик. Колдовство и свертухи. Все свертухи просто бьют. Что? Невозможно, тебя удерживали нейронным разрушителем. Как же тебе удалось освободиться? Ты недооцениваешь силу разума джедая, Брэджик. Это ошибка, о которой ты уже не успеешь пожалеть. Вулкеры, ко мне! Убить эту женщину, убить гонщика, убить всех! Убить всех! Убили всех бегов, убили всех вулкеров. Профит? Профит. Ну, конечно, профит. Для начала малышей, а теперь вот и сам Брэджик. А он неплох, придется обычными атаками. А то я чё-то не попадаю. Давай, бастила, используй колдовство. С ноги. Давай, все во имя темной стороны. Но он неплох. Но мы круче. Кредиты. Двухклинковый световой меч. О, да. Перчатки Брэджика. Лазерный Твинблейд. Эх, жаль, я не могу его использовать. Урон-энергия, 2.20. Желтый, стрёмный. По-джедайски. Но это женщина. Женщину не считаем за боевую единицу. Ну, наверное, в следующий раз прохлятые вулкеры подумают, два запрещен, попробуют захватить джедая. Что касается тебя, если думаешь взять меня в качестве приза... Постой, не могу поверить. Ты один из солдат республиканского флота, верно? Да, не сомневаюсь в этом. Как ты выиграл эту гонку у этих банд? Не важно, я выиграл гонку, а ты мой приз. Теперь ты моя. Полегче на поворотах. Похоже, ты просто спятил. Это моя женщина. Я Басти Лошан, член ордена джедаев и командир флота республики. Я не принадлежу никому. Сейчас не время для шуток. Что ты здесь делаешь? Ой, всё. Сидка всегда толпой нападает. Длинная история. Сейчас у нас нет на это времени. Нам нужно выбраться от того, как сидки придут сюда, чтобы разобраться. Есть безопасное место, куда мы могли бы пойти. Ну, мы можем пойти ко мне в апартамент, да. Остановись, это вот я распоряжаюсь. Помни, я тебя спас. Ну, спасти меня? Ты этим пытаешься прикрыть свое участие в этих гонках? Ну, спасение это довольно неудачный пример. Если ты не заметила, я сама смогла освободиться от атаков без твоей помощи. Кстати, было бы правильнее сказать, что это я тебя спасла. Брэджик и его Вулкер оставили бы тебя тут умирать, если бы я не ввязалась с драконом. Что б я без тебя делал? Просто тебе повезло, что я смогла тебя вытащить из этого кошмара. Уж эти женщины. А Чикаго? Биван и Квайгон против Мула, Энакин и Оби-Ван против Дуку. Ну, они слабаки просто. Не могут соленого, ну. Да, не могут. Гривуса сколько раз в толканье толпой пинали. Гривус, кстати, вообще четкий был. Прям с четырьмя шашками растекал. К офицеру республики-то относитесь не по уставу. Чикаго вообще, говорит, нужно их тащить. Не нужна была помощь с улкерами, я бы и сам справился. Да, думаю, что справился бы. Хорошо, я ценю твою попытку спасти меня, даже если не все пошло так, как запланировано. Но давай вернемся к делу. Мы еще не в безопасности. Если я найду для нас способ сбежать с этой планеты, мне нужно будет знать, на какие ресурсы мы сможем рассчитывать. Первое. Мы только двое выживших с Сандар Спайра. Бэй, кто сказал, что тут распоряжаешься вообще? Республика, например. Я была командиром флота, помнишь? Но я не хочу, чтобы ты беспокоил меня по пустякам. Итак, скажи мне, у тебя есть план, как выбраться с этой планеты? У тебя есть план, которого ты придерживаешься? Да, у меня есть план. Импровизировать. Еще нет плана. Карта сначала хотела убедиться, что ты в безопасности. Карта Наси жив? Ну, наконец-то, хоть какие-то хорошие новости. Карта один из лучших солдат Республики. Да, еще моралфакт по самместительству. Он в сотни раз доказывал, что он герой. И он отправил тебя сюда спасти меня? Возможно, я недооценивала тебя. Карта бы не послала тебя, если бы не был уверен в твоих возможностях. Прости меня. Несмотря на мои тренировки джедаи, все еще иногда действую поспешно. Пожалуйста, немедленно отведи меня к карту. Я думаю, что втроем мы сможем отлично провести... А, найти способ улететь с этой планеты. Да. И тут, короче, опять ролик, который вы не видите. Пастила опять с каким-то мужиком сражается... ...в капюшоне. И она его победила своим желтым мечом. Одноручным, кстати, и желтым лазерным мечом. И тут еще мужики такие подходят к ней на помощь. Ты, говорит, не сможешь победить, Реван. Тут еще один мужик в черном. Видимо, сам лорд Реван стоит. Вот. И тут вдруг, короче, корабль взрывается, все падают, все ее друзья умирают. Она такая подползает к мужику, а у него маска на лице. Типа этот тот самый Реван, и вот она... Она смотрит на него, и на этом все закончилось. Пастила, ты жива? Наконец-то что-то начало устраиваться. То есть у вас нет плана, как убраться с Тариса? Что вы делали все это время? Привет, Бакс. Тактика ее придержалась, да-да-да? С героем второй части вроде не совсем. Но это не время еще. Не время еще. Надо подумать что-нибудь с видосами. Ну тут их не так много, на самом деле. Слушай, мне начинают надоедать твой характер, Бастила. Мое отношение? Поразительно, что именно у тебя такая болезненная потребность выяснения отношений. Если вспомнишь, это я отвечаю за эту миссию. Я знаю, тебе это в новинку, Бастила, но лидер не бронит свои войска только потому, что все идет не так, как планировалось. Не позволяй своему эго стать на пути решения проблем. Вряд ли этот подходящий тон сообщения к своему командиру. Я член Ордена Джедаев, и это моя миссия. Не забывай о того. Мой навык боевой медитации много раз помогал Республике в этой войне, и он послужит также и нам, я в этом уверен. Твои таланты помогут нам победить не однажды, но это не делать тебя хорошим лидерам. Хороший лидер должен, по крайней мере, прислушаться к советам тех, кто видел больше битв, чем ты за всю свою жизнь. Ну, он прав, ну. Не слишком-то правильно ты руководишь, Бастила. Ты знаешь, у меня были сомнения насчет этой миссии, но я рассчитывал, что совет джедаев не выберет тебя возглавлять ее, если ты не готова. И вот ты здесь ведешь себя, как избалованный ребенок. Ясно. Это правда, что у тебя... что у меня немного военного опыта. Возможно, мне не стоит судить слишком быстро. Очень хорошо, Карта, что ты предлагаешь нам делать? Прежде всего, нам нужно зациклиться на... Не нужно зацикливаться на том, кто возглавляет миссию. Нам нужно работать вместе, если мы хотим убраться отсюда. Ответ лежит снаружи. Хорошо сказано, Карта, и чем раньше мы начнем искать, тем лучше. Я уже побывал о пленнице и вулкеров, и не хочу, чтобы меня поймали ситхи. Ну, давайте уже найдем способ убраться с этой планеты. Думаю, нам понадобится помощь, Стариса. Может, если мы спросим местных, они смогут нам помочь? Мы должны начать расспрашивать в барах. Что-то... Что-то не так? Ты выглядишь так, словно тебя что-то беспокоит. У меня было... Что-то странное произошло, когда мы встретились в первый раз. Словно видение. Видение? Видение чего? Тебя. Сражение с темным джедаем. Думаю, это был Реван. Все это странно. Темное видение является признаком чувствительности к силе. Ты хочешь сказать, что я могу использовать силу? Я... уверена. Может быть, ты как-то связан с силой? Такое бывает. Может быть, когда мы встретились, твой естественный талант подпитался от моих способностей силы? Возможно, что в горячке боя сила позволила тебе увидеть одно из моих наиболее ярких воспоминаний? Значит, ли это, что я могу стать джедаем? Сила довольно сложное явление. Даже я, после всех своих тренировок, не могу ее до конца понять. Этот вопрос лучше оставить мудрым мастерам совета джедаев. Как только мы покинем Таррис, мы отправимся на встречу с советом, если ты, конечно, хочешь. Они поймут всю важность твоего видения, если она вообще была. Однако, нам сейчас лучше заняться своей задачей. Мы не можем позволить себе отвлекаться. Нам нужно выбраться с Тарриса. Втащи уже ей. Или вдуй, но мы только познакомились с Чикаго. Вся злоба от Love Story с бастилой. Под питкой силой как-то слишком. Нормально прозвучало вид нас. Вполне нормально. Можно световой меч накачать, правда, нечем. Ну вот у нее желтый кристалл. А можно ставить зеленый, фиолетовый, красный. Качать-то нечего, да? Кстати, так-то, наверное, можно два меча накачать. И они, возможно, будут даже круче, чем мой Twin Blade. Нужно проверить. Так, 7-17 плюс 8-10, да? Было 7-17 плюс 8-10. Ну тут меньше. 7-17. 9-18. Плюс 12. Ну, примерно равноценно. Что, джедаев не смогли побороть гордыню, как и многие ученики ситхов. Сострадание стороны адепты и силы, не склоняющиеся к одной сторон, до сих пор не являются ни самой стороной Звездных Война. Ивана как? Ну, если найдем грейды для второго меча, то, в принципе, в принципе. Давайте немного для разнообразия побегаем с двумя. Перчатки Браджика. Ловкость плюс 1. Оно нам надо вообще? Нет, не нужно. Перчатки ничего не дадут. Да, можно два световых одноручных, либо Твинблейд световой. Давайте бабу возьмем. Еще одну бабу возьмем. Двух баб возьмем. Обмажемся бабами. Правда, нужно у карты ствол его забрать. Прокачанный. Эй, ты человек, это ты тот гонщик, который победил в большой гонке в Нижнем Городе, да? Все верно. У меня сообщение от Кандеруса Орда. Он передал, чтобы ты встретил его в баре. Кай, мудрый выбор, человек. Я посоветовал не ждать слишком долго. Терпение не самая сильная черта Мандаларианцев. Как ты представляешь себе бой двумя Твинблейдами? Даже в Дарк Солусе два Твинблейда выглядят уныло. Ну, если-то, конечно, не Твинблейды, колдуна. Точнее, совсем Глефы или Данские. Кристаллов типа черного и белого цвета. Но они вроде есть. За боевки не сочетаются, хотя так. Маска подойдет. Боже. Два Твина только с модом. Вот, мне кажется, как-то... Ни в одном фильме, по-моему, не было ни одного мужика, который бегал бы с двумя Твинами. Но тут точно есть зеленое, фиолетовое, красное, желтые и еще какие-то оклинки. Возможно, даже белое есть. Тебе опять скилла не дали, да? Погоди. Врачевали тебя. Ну да. Давай. Подлая атака 4. Все у тебя там... А, вот тебе. Вот тебе нормально зайдет. Как раз получишь бонус. 25 класс брони. Это очень много. Нужно и бластер карта отдать. Белый в серебряной второй части. Что я могу сделать? Наш джедай. Водка найду. На, лови. 3.21. Видали? Видали? Самый настоящий меч. Ну, у нее, блин, 12 сил и 18 ловкости. При этом она джедай. Ей, блин, пушки нужно в руки давать, а не мечи. Ну, куда тебе 18 ловкости? Ну, зачем? Женщина. Харизма 15. Ну, через обилку ее можно использовать. Два клинка в фильме использовал какой-то джедай из массовки во втором эпизоде на генозисе. Два тринблейда носил понк крыл. Да, были такие. Надо же. Ну, ладно, раз были, так были. Да нафиг эту ловкость. Ловкость сдаст ее в ворот. А так она хоть... Я не помню, надо посмотреть, что у нее за обилки вообще. Внимательность? Нафига тебе внимательность? Что у тебя классовый навык вообще? Внимательность и... И хил? Давай лучшее лечение. А все остальное не классовое, да? Нормально. Внимательность и хил. Силушки. Легкая броня, параметр брони стакаться. Ну, да, 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 ну, все равно. Тут-то мы получим возможность попадать своими обилками. Кстати, да, прикольно. Два твина. Круто. Бросок светового меча. Бесполезная хрень. Массовый бросок светового меча. Такая же бесполезная хрень. Универсальная сила условия персонажа девятого уровня. Ограничена бронеспособность. Отменяет действующие на вражеские цели благоприятные силы. Первое и второе уровня. Силовая аура, силовый щит, доблее силы. Ну, типа дебау, да? Отменяет любые действующие на вражеские цели благоприятные силы. Ну, типа снять бафы. Ну, снятие бафов такое себе. Выпить жизнь позволяет джедаю пить жизнь из других для исцеления себя. Враги теряют по одному четыре. Здоровье за каждый уровень персонажа, вплоть до десятого. Максимум 10-40. Удачный спас-бросок стойкой цели на дц5 плюс уровень атакующего персонажа плюс модификатор мудрости и харизмы. То есть, вообще, шанс попасть обилками зависит от харизмы и от мудрости. Поэтому я и взял харизму хотя бы на плюс один модификатор. темная сторона силы на всех врагов в радиусе. Массовая хилка. Толчок силы. Сбрасывается назад на 5 метров и оглушенный на 3 секунды падает на землю. Также получает повреждения равные уровню атакующего. Спас-бросок рефлексов уровень атакующего персонажа плюс модификаторы. А, слушайте, здесь уровень самого персонажа, не уровень имена джедая. То есть, пофигу на каком уровне джедаям становиться относительно. Пофигу. Мудрости и харизмы. Толчок и силовая волна. Массово всех и прокинуть. Молния. Только для темных мужиков. Ну, молния это вот чисто чисто если за мага играть там нормально так можно выписывать дэмэдж. Сила вызывает в живом существе такой страх от которого она съеживается. Ага. Сила может сильно смутить силы врага вызывая у них паранойи и сомнения. Все враги в радиусе 10 метров от цели должны сделать подбросок воли либо их парализует от ужаса на 12 секунд. Массовый стан 12 секундный. Норм. Норм. Замедление. Чума наносит цели такие же повреждения как и смертельный яд отнимая 12 очков от каждой физической характеристики. Кроме того цель замедляется. Чума дсс 100 спас броски против нее бесполезны. Сила не действует на дроидов. Ну вот я не помню правда на последнего босса это работает штука или нет. Потому что она как бы имеет класс сложности 100 и соответственно пробивает любые защиты. но такая себе. Она не дамажит вроде как. Или дамажит. но превращается или в какешь. Ну спиды это для война шторм для мага страх для всех. Вот удушалить тоже прикольная замага способность вызывает а кстати вот роботов крушить еще тоже прикольная штука уничтожить дроида светлая сторона силы. Там довольно люто дроидов крошит. Замедление замедление так удушалите убить сила позволяет жидаю уничтожить противника одной лишь мысли на расстоянии повергая цель в 6 секундное оцепенение и нанося повреждение в половину общего количества очков жизни цели. То есть на пол хп опустить на 6 секунд застанет еще подамажит но немного под страхом ну да и же парализует типа у них броски падают модификатор мудрости и харизма атакующего она не цепенеет но все равно получает урон равный уровень атакующего персонажа не действует на дроидов. Прикольная та же тема есть вот убеждение влияния на разум и подавление разума это не те дроиды которых вы ищете может только главный персонаж глушить стазис поле стазиса подавляет разум в группу врагов парализуя все враждебное создание в радиусе 10 метров от основной цели удерживая в таком состоянии вот массовый паралич который у нее изначально есть атакующий модификатор мудрости и харизмы замедляя цели вместо того чтобы парализовать их не действует на дроидов даже если не парализуют на 12 секунд то замедлит норм норм а здесь действует на дроидов парализует ну кстати вот эта штука покруче будет оглушение тут типа если не прогнуло то вообще не прогнуло да? А если то, если не прокнула, то замедлила. Ну, удушение так. Ну, прикольно. Просто потому, что она прикольная, его можно взять. Силой. Раз красноречие. Ну да, я вот пытался вспомнить, оно скелиться вообще как-то от красноречия или нет. Короче, норм сила это вот польза стазиса, уничтожение дроида. Реально прикольная штука. Там дроидов просто выщёлкивает вообще. Секунду. Сопротивление энергии создаёт вокруг джедая кокон силы, поглощающий первые 15 очков повреждений. Ну, это такое. Длится 120 секунд. Сопротивление силы. Ага. Ограниченная броня. Пособность даёт очень хорошую защиту от прямых атак силой. Доблесть силы. Ага. Доблесть рыцаря. Доблесть мастера. Сила увеличивает физические характеристики и спас броски джедая и всех членов отряда на 5 очков. А также даёт иммунитет к яду. Эффект действия 20 секунд. Вот. Вот это можно и прокачать. Сставляет джедаи двигаться просто с невероятной скоростью на время действия которой. 36 секунд. Скорость движения удваиваться. Защита увеличивается на 4. Передаются ещё 2 атаки за раунд. Вот это топ для воина. Стазис хуже страха. Но почему? Так не у меня. Я для бастилы беру. Она-то добрая. Хил ещё. Но правда на 6 уровне только хил дадут. Лечит всех бойцов в отряде в радиусе 15 метров. Исцеление. Ну хил точно. Используя силу джедаи получат время на бонус превышать защиту и всем с возрастом. Действует 20 секунд. Вот такое. То есть масс-баф прикольный. Потому что ну как бы всегда срабатывает. Что за процесс? Бар мобайл фон. Невозможно так, как запущен в этом баре. Загугли, Саныч. Я чё-то вроде не сталкивался с таким. Сложность пассов. А там. 10 целей. Пасс-бросок против ДЦ5. Плюс уровень. Плюс модификаторы харизмы этого. ДЦ5. По воле ДЦ5. Уровень атакующий, модификатор мудрости и харизмы. Так одинаковые от броски-то. Все враги в радиусе 10 метров от цели. Спас-бросок по воле. Класс сложности 5. Плюс уровень атакующего. Плюс модификатор мудрости и харизмы. И здесь то же самое. В радиусе 10 метров от основной цели. Сдерживает их в таком состоянии 12 секунд. Против воли... А, против стойкости. То есть это хрень против стойкости, а та хрень против воли. Мейлру маскируется. То же самое. ДЦ5 плюс уровень атакующего. Плюс модификатор мудрости и харизмы. Только там вообще не сработает, если не прокнуло. А здесь замедлит, если не сработает. То есть вроде как покруче, но по стойкости, а не по силе. Ну не по воле. То есть это против мужиков хреново работают с мечами, а это хреново против... Ну по воле-то надежнее, наверное, да. Ну в бастере все равно мы не будем брать страх или ужас. И молний тоже не будем брать. Можно вообще вот это еще убрать. Бросок меча нафиг не нужен. Спас броски. Все статы. 2 на 20 секунд. Хил нельзя пока взять. Ну давай, дроида. Светлая сторона силы. Дроид и стазис. Я не думаю, что я буду часто использовать вообще бабу. Ну да, воля покруче, но бастила это бастила. Еще один уровень сразу. Давай. Да не нужна внимательность мне. Давай врачевание. Так, пока не дают зень, да? Тут силовая волна, по-моему, вообще мусор. Даже не знаете, ускорение это вообще нужно брать или не нужно. С руки-то такое себе. Трецедак. Силовая волна топ. Не помню, как она работает. Их ты по одной цели хорош. Если не мудрости. Но я как раз харизму взял. Чуть попроще будет. Я не помню, массовый баф, он вообще он. Ну, баф на всех. Все статы физические на 5. И спас броски. Мунки, яду такое себе. Ну, скорость must have, но для тех, кто с руки бьет, а она-то так. Единственное, ради чего можно взять скорость, чтобы быстрее бегать сейчас. Скорость вообще ван лав для всех. Как минимум для того, чтобы быстро бегать, либо как этот... Ну, ладно, давай. Может, будешь даже иногда попадать. Как знать. Все остальное не профильное, да? Ну, теперь внимательность можно. Невосприимчивость оглушения. Так, восприимчивость рыцаря. Ты типа джедай-страж, тебе дают на халяву. Никакое значение повреждения или отвлечения внимания не может вызвать страх или оглушение. Ага. Страх оглушения или паралич не работает. В связи с силой джедай приобретает дополнительную чувствительность к действиям других в бою. Способность добавляет плюс 4 к защите и всегда активна. Способность замещает восприимчивость. Ага. Всем спас к доскам отклонения от выстрелов бластера. Написал уже на своем мечом в любой момент отклонить атаку бластера. Ага. Ну, дуал-вилд, конечно. Чего уж там. Без дуал-вилда ты совсем грустная. Во, хил завезли. Вот хил нам, да, пригодится. Хотя отключение дроида тут второе такое. Но хил это халява. Пять очков жизни плюс один за каждый модификатор харизмы. Модификатор мудрости и уровень персонажа. Да. Лучше я хил возьму. С дроидами как-нибудь разберусь. Нет. Если будет хил. Нет. Вот так. Вот так. Ага. Вот так. А вот теперь дроида. Давай. Всё. Покачано. Плюс 5 плюс 7 норм. Броняна вообще не умеет использовать. Столько есть плюс 2. Статы у тебя 12, 18, 12. Ну, плюс 4. модный модификатор скиллов но теперь хотя бы будет хилл халявный еще будем бегать быстро хоть периодически хилятся все в общем но оптичка ходячая аптечка ну и заодно с дроидами поможет